Ты вот живёшь, занимаешься своими делами, но ведь даже не представляешь, сколько всего нового происходит в мире. Добро пожаловать на новое шоу Бурбона под совершенно непримитивным и нетривиальным названием «Бурбон расскажет». Давай поиграем с тобой в одну игру. В ролике я буду рассказывать про различные новости, которые в основном будут связаны с играми и кино, за исключением некоторых, конечно. И если по окончанию ролика ты узнаешь что-то новое, то ты поставишь лайк. Или лайк ты можешь поставить прямо сейчас. А под конец, если окажется, что все новости ты знала до этого, то ты можешь просто убрать его. Также репостил этот ролик себе в социальных сетях, и будет тебе счастье, наверное. В данном формате я буду рассказывать о различных новостях в мире, которые могут быть интересны. Поехали! Студия From Software готовит что-то интересное. Это не четвёртый Dark Souls или второй Bloodborne. Нас ожидает игра под названием Phantom Vale или же Призрачный вой. В игре обещают необычный сеттинг времён древних ацтеков, майя и прочих цивилизаций. Основой игровой механики упор идёт на рукопашный бой и различные традиционные боевые стили. Но если игра и будет круто, то поиграем мы в неё всё равно не скоро. Я большой фанат фильмов о Гарри Поттере, а тут вышла потрясающая новость. Как вам такое, что в скором времени мы сможем лицезреть фильм про одного из самых запоминающихся злодеев по всём мире? Речь идёт о Волн де Морте. И сольном фильме о молодости знаменитого злого волшебника Тома Редла. Этот фильм является продуктом независимой студии фанатов, которые собрали деньги на производство ленты с помощью сервиса Kickstarter. Посмотреть это кинцо под названием Волн де Мортс в корне наследника можно будет уже осенью 2017 года прямо тут на ютубе. Прокат уже вышла Чудо-женщина и что странно, средний балл от критиков составляет 7,9 из 10. А чтобы вам было с чем сравнивать, то другие супергеройские фильмы этой же студии имели Отряд Самоубийц 4 балла из 10, а Бэттон против Супермена 4,4 из 10. Неплохое начало, не так ли? На днях вышел трейлер 5-го Far Cry, но геймеры его посчитали слишком оскорбительным. Они требуют полной отмены Far Cry 5 или изменения игры так, чтобы она не касалась чувств верующих католиков. Патриоты считают, что Ubisoft должна изменить свою игру. И вот что они предлагают. Сделать злодеев исламистами. Прикольно, не правда ли? Изменить национальность главного злодея, сделав его афроамериканцем. Сделать злодеев обиженными патриотами, которые хотят построить свое государство из-за бессилия Белого дома. Перенести место действия во Францию или Канаду. Ах, если я начну это комментировать, то Пуканма явно припятет. Просто я не пойму одного. В предыдущей части одной из самых безбашенных игр никого не задевали, а это вдруг нашлись обидчики. Но пусть мы в Far Cry будем играть за лунтики и поливать фиалки, чтобы нищие чувства затронуты не были. А теперь новость, от которой еще больше бомбит. Министерство культуры Российской Федерации определило новую схему регулирования проката для иностранных фильмов. Согласно новому законопроекту, за прокат в российских кинотеатрах зарубежные ленты должны будут заплатить сумму от 5 миллионов рублей. Предполагается, что сумма взноса составит не менее 5 миллионов рублей и будет определяться кассовым успехом каждого конкретного зарубежного фильма в российском прокате. Если мента соберет более 200-300 миллионов рублей, то прокатчик будет вынужден заплатить от 3 до 5 процентов от общей суммы сборов. Этот законопроект будет рассмотрен правительством в самое ближайшее время. На сегодняшний день, чтобы вы понимали, прокатное удостоверение в России стоит 3500 рублей. А теперь давайте определим, на сколько процентов может вырасти это удостоверение. На 142857 процентов. Это нормально? А теперь давайте узнаем причину таких мер. Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский планирует направить лишние средства на поддержку отечественного кинематографа, а также очистить прокат от низкобюджетных зарубежных фильмов. По задумке чиновников и продюсеров, расчистив место от некачественных гамевудских фильмов, они предоставят больше возможностей отечественным фильмам, на которые пойдут зрители. Все дополнительные сборы от нового законопроекта планируют направить в фонд кино. А теперь давайте вспомним, какие фильмы за последний год спроспонсировал фонд кино. Дамы пик, взломать блогеров, жених, всё о мужчинах, ночные стражи, завтрак у папы, супер бобровы, маршрут построен, 30 свиданий. И это достойные фильмы. Я не спорю, что этот фонд спонсирует и хорошие фильмы, к примеру, Хардкор, Экипаж, Хороший Манчик. Но таких фильмов в разы меньше. И понимаете, в чём суть? Вместо того, чтобы прилагать больше стараний, а не делать всё по принципу... Они решили ослабить конкуренцию. Чтобы вы понимали, Мединский уже предлагал ослабить конкуренцию с иностранными фильмами, просто повысив стоимость билетов на них. Это же гениально. 30 мая вышло дополнение для Мафии 3 под названием Stones Antares, что в дословном переводе — «Отклоненные камни». Оно раскроет больше подробностей о прошлом Джона и в какой-то степени предложит спасти свободный мир. Компания Sony прекратила поставки PlayStation 3 в Японии, готовясь полностью положить конец данному консольному поколению. А значит, больше ни одна новенькая PlayStation 3 не выйдет с конвейера корпорации. В Узбекистане запретили 38 видеоигр, включая Lefadet 3. Lefadet 3, Карл! Если кто не понял прикола, он как бы ещё не вышел, ведь Valve ещё не знает о существовании цифры 3. Казалось бы, Узбекистан решил оградить своих жителей от жестокости в играх. Но как бы я могу открыть секрет? Жестоких игр намного больше, чем 38. Они включены в список запрета Sims 3 и 4, но тот же Far Cry 3 они жестоким не считают. Я уже говорил тебе, что такое безумие, а? Окей. Intel анонсировала процессор X-Series, где представлен процессор Core i9-7900X, имеющий, только вдумайтесь, 10 ядер, 20 потоков, 13,75 мегабайт кэша. Но цена его 999 долларов, поэтому вряд ли кто-то из вас приобретёт этот процессор в ближайшем будущем. Астрономы из НАСА объявили о первой в истории космической миссии на Солнце. Учёные собираются запустить специальный космический зонд, который по задумке должен проникнуть в атмосферу звезды. Зонд будет проводить сбор данных о солнечной активности, что в будущем поможет людям предсказать вспышки, которые периодически возникают на поверхности светила и непосредственно влияют на нашу планету. Предполагается, что запуск космического зонда на Солнце состоится в период с 31 июля до 19 августа 2018 года. Но если бы эти эксперты НАСА читали бы посты в социальных сетях, они бы знали, что проводить эту операцию лучше зимой, а лучше в придачу и ночью, когда Солнце вообще холодное и не светит. Технология NVIDIA MagQ сделает игровые ноутбуки тонкими и мощными. Также в сети появился новый тренер российского сериала «Гогонь. Начало» по мотивам произведения великого писателя. Главным героем истории станет юный Николай Васильевич, попавший в деревню Диканька, где происходят жуткие события. «Гогонь. Начало» состоит из четырёх эпизодов. Интересно, что покажут сериал не только по ТВ, но и в кинотеатрах. И первая часть выйдет в прокат уже 31 августа. Скажем так, тренер отвращения не вызывает, но мне кажется, что они переборщили со «сверхъестественным». Но, быть может, это просто будет какой-либо трэш, посмотрим. Есть игра, называется «Тань Джастинг». Если говорить о ней в двух словах, то это просто битва членов. К ней вышло новое обновление на лето, которое добавляет приличное количество контента. Шесть новых режимов для вечеринки и пять новых костюмов для вашего героя. Есть охренительная игрушка, которую я жду ещё с 2015 года, которая имеет не самое простое для моего произношения название «Kingdom. Deliverance». Надеюсь, что правильно прочёл, ибо не осуждайте. Это игра про реалистичное средневековье, которое готовится к глобальному анонсу. Будем надеяться, что она выдастся на славу. В прокаты кинотеатра готовится новый «He's the Rook». Авторы заверяют, что «В кино хотим выйти на более качественный уровень. Это отдельная новая история. Если вы не смотрели сериал, вы всё равно с лёгкостью погрузьте сюжет». Название картина получила «Физрук спасёт Россию». Фильм будет снят в стиле «Золотой эпохи голливудских боевиков», а визуально должен соответствовать уровню последней части «Мальчишников» в Вегасе. «Я не хочу больше терять близких мне людей. Это очень больно. С меня вполне дедуля хватило». «Давно его не стало». «Ещё в войну». «В бою погиб». «Упал на лыжах в Вермонте во Вторую мировую». С большим количеством экшена «Погонь и перестрелок». Но тут можно вспомнить про то, что нам заверяли создатели Горько и других шедевров. Они говорили примерно то же самое, но на деле вышло... «Хорошо, всё будет хорошо, всё будет хорошо, я это знаю, знаю». Ммм, такое себе кинцо. Закончить работу над фильмом планируется к осени 2018 года. Ну а тут просто россиянин испытал гироскутер на самом краю небоскрёба в новом видео. Ничего нового. Хороший мультик детства Простоквашина будет иметь продолжение. Студия «Союзмундфильм» решила взяться за продолжение своих классических мультфильмов. Первым мультиком, который получит продолжение, станет «Трое из Простоквашина». Будет снято 30 серий нового мультфильмов, которые выйдут с 2018 по 2020 год. Но почему-то мне кажется, что они из него сделают не самый высокосортный мультик, хоть и сценаристом остаётся тот же Эдуард Успенский. У нас ума не хватает. Я думаю, что все знают, что такое спиннер, и объяснять не стоит, но есть люди, которые пошли дальше, чем просто крутить его в руке. Они сделали самый большой спиннер в мире. Спросите у меня зачем? Хороший вопрос. Стафордшевский университет теперь принимает студентов на трёхлетнюю программу обучения киберспорту. Программа стартует в сентябре следующего года и будет фокусироваться на киберспортивном бизнесе. Такой учебный курс впервые появится в Великобритании, но ориентация на киберспортивную индустрию всё чаще встречается в высших учебных заведениях США, Филиппин, Дании и других стран. Ну а что касается России, тут зарубежным финам нужно платить по 5 миллионов, чтобы просто показать свою ленту. Valve решила заменить площадку Steam Greenlight на более продвинутый сервис Steam Direct. Посредством которого разработчики смогут выкладывать свой контент вне зависимости от голосов пользователей. Правда для этого им сперва придётся заплатить денежный взнос в размере 100 баксов. Поэтому если есть среди смотрящих данный ролик игра делает, то пора действовать. Mail.ru вновь устраивает Warfest, теперь с турниром на 8 миллионов рублей. Поэтому играть в Warface не такой уж и зашквар, а просто способ заработка. И последняя новость на сегодня, любители пикселей выживания ожидают второй сезон Minecraft Story Mode, но выйдет он не в ближайшее время. Такие получились новости, если вам понравилось такое видео, то вы можете поставить лайк, а также подписаться на канал. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok